Украинскому трамваю 125 лет. Первым городом, где начали регулярно ездить электрические кареты, был Киев. В честь праздника в столице прошел парад трамваев. Всежелающие могли совершить увлекательную прогулку под стук колес. Двадцать моделей трамваев. От первого исторического до самых современных. Такого обилия электромашин и желающих прокатиться в них, контрактовая площадь не знала давно. 125-летие киевского трамвая отмечают шумно и с размахом. Дмитрий пришел с дочерью. Хоть и ездит на собственном авто, но к трамваям неравнодушен. Я просто вижу, передвигаясь на своем транспорте, как автотранспорт мешает трамвайному транспорту. Транспорт выезжает на полосу трамвайную и просто мешает проезду общественному транспорту. Трамвай – любимый вид транспорта Марии, поэтому ни прийти на праздник не могла. Сегодня впервые увидела и испытала новую модель. Вы знаете, в старых трамваях сильно гремело. Иногда чувствовался запах выхлопных газов. Эти намного комфортабельнее. У них низкий пол. Как для моего возраста, для старших людей это немаловажно. 41 год вводит вагоны Любовь Ивановна. Сегодня, как и в 70-е, за рулем МТВ-82. Но если 40 лет назад эти трамваи возили пассажиров, то в наши дни это техническая машина. Здесь очень мощный двигатель. Этот трамвай перевозит рельсы. Вот здесь находится сварочный аппарат. Им устраняют поломки трамвайного полотна, а потом шлифуют пути. Много поворотов и остановок было в истории киевского трамвая. В 90-х существенно сократилась маршрутная сеть. Целесообразность этого транспорта на киевских улицах ставили под сомнение. Но в последние годы электровагоны отвоевывают утраченные позиции. Вскоре киевские парки пополнят очередная партия машин нового поколения. Мы понимаем, что город не может быть современным без современного транспорта. В этом году уже закупили 47 новых низкопольных трамваев четвертого поколения. С кондиционерами, видеонаблюдением и вай-фаем. Наше задание до конца года полностью обеспечить современными машинами линию скоростного трамвая. Городской голова торжественно погасил почтовую марку и наградил лучших сотрудников трамвайных депо. А всех гостей угостили огромным праздничным тортом. Александр Панченко, Руслан Белозеров, ЮЭй ТВ.